всем привет с вами снова лео сегодня покажу один интересный инструмент называется триангулатор то есть если вы уже видели и сталкивались в графическом дизайне со стилем полигональный или low поле он к нам пришел из 3d графики но он сейчас набирает оборотов и смотрится очень хорошо и этот инструмент рассчитан на то чтобы быстро делать полигональный дизайн из разной разных картинок вот сегодня мы быстренько и интересненько сделаем одну графическую картинку из нашего круга который мы сейчас быстро создадим и так создаем новый документ делаем его из эллипса просто зажимаем shift и зажимаем alt от центра у нас получается ровный эллипс зададим ему градиент радиальный возьмем к примеру зеленый цвет и перетянем его на черный так получим вот такую вот заливочку обводочку можно убрать она нам не нужна и в принципе пока все так теперь это сохраняем сохраняем небольшом варианте где-то не знали пикселей 700 по ширине я думаю достаточно да так сохраняем его сохраняем куда-нибудь быстренько на рабочий стол берем и забрасываем в триангулатор ссылку я вам к сожалению предоставить не смогу когда-то в социальных сетях я его скачал это маленький инструмент он открывается в браузере хроме в опере просто его запускаете и он открывается как страница инструмент то есть вы сюда можете перетащить свое изображение и у вас открывается вот такое окошечко то есть можно поискать и порыть в сети то есть это совершенно бесплатный инструмент но очень удобный и интересный вот значит наша картинка мы ее рандом на сейчас преобразуем полигональные плоскости скажем так но сейчас мы их все удаляем и значит нажимаем то есть мы берем просто кликаем мышкой произвольно по нашему кругу и получаем полигональные элементы то есть нам нужно теперь наш этот круг отрисовать можно из этого получать много разных интересных картинок фотографий любую другую графику можно сюда подгружать вот ну приблизительно приблизительно sky будет вот так вот он у нас уже полигональ теперь мы его экспортируем и сохраняем сохраняем как svg файл сохраняем тоже рабочий стол сразу и так мы его сохранили теперь берем этот файл открываем в иллюстраторе и вот уже у нас это в векторном формате все видим теперь начинается чудеса берем наш получившийся круг смотрим чтобы у нас цветовой режим документа был в режиме rgb здесь выбираем вот если в образцах в библиотеке выбираем веб-библиотеку и берем вот такой вот салатовый цвет насыщенный он смеки у нас не получится только в веб-режиме вот закрашиваем все наши полигоны и обращаем заливку в обводку получаем обводочку салатового цвета давайте мы ей сразу изменим профиль ширины и поставим где-то пикселей 2 control h мы можем убрать наши то есть показывать только ограничительную рамку без самих элементов элементов подсветки линий так же самое мы включаем так вот видим у нас получился вот такой интересный круг полигональный берем квадрат заливочку черную и shift control скобочки квадратные которые открываются положим на задний план вот он у нас на заднем плане и видим это у нас будет фон обводку здесь можно убрать можем его закрепить control 2 зажимаем и мы закрепили слой так теперь наш круг это уже часть логотипа будущего то есть для объема можно ему сделать так значит control g объединим давайте все это в группу сделаем копию control c и положим ее на задний план control b прокрутим как-нибудь произвольно и сделаем здесь прозрачность к примеру 30 процент то есть как бы задняя часть нашей сферы ну здесь появляются у нас такие вот мелкие элементы давайте мы сразу чтобы и в стыках у нас не было мы все эти обводочки в настройках поставим скошенный угол здесь и скорее всего закругленные концы вот чтобы у нас меньше здесь получалось сейчас не будем заморачиваться над этим моментом удобнее конечно брать инструмент ласа и вот эти вот все точки совмещать то есть мы можем их брать и вот так вот совмещать чтобы у нас не получалось здесь выступлений то есть объект не выходил за рамки переднего плана проделываем все эту работу я делаю быстро так как делаю это для записи ну это нужно делать аккуратней конечно так где у нас здесь еще немножко можно дальше раз раз то есть мы делаем как бы объемную сферу полигональную здесь можно бесконечно усовершенствовать эту структуру работая с цветом заливками вот к примеру сейчас мы я думаю положим дополнительный объем на передний план на переднюю нашу часть сферы вот к примеру так то есть возьмем переднюю часть разбираем ее и делаем ей градиент градиент ставим радиальный тоже и вместо черного ставим какой-нибудь темно-зеленый в центр салатовый и белый и вот где-то здесь плюсиком добавляем белый просто убираем это будет центр вот и инструментом градиент выставляем ctrl h включаем чтобы видеть вот мы видим как градиент наш ложится на всю часть нашей передней поверхности вот вот такой вот интересный логотипчик у нас получился можно ему сделать тень тень мы ему сделаем тоже свечением здесь в ноль и включим назад рамку ограничительную значит так сдвигаем нашу тень здесь поставить на ноль нужно вот и у нас такое будет свечение под объектом немножко оно яркое может ему прозрачности придать вот где-то так все пишем текст не знаю пишем полигонал полигонал правильно ли написал не знаю цвет цвет салатовый для свечения ну как то так давайте все это выровняем а это объединим группу control g и все выровнять все теперь у нас получается вот такой вот неоновый полигональный логотип спасибо что смотрели это был лево подписываемся ставим лайки я думаю это был очень полезный интересный урок ожидаем скоро будет еще до свидания до свидания